В Краевом доме офицеров открылась выставка, посвященная легендарному воздушному стрелку, радисту, уроженке Читы Марии Гитала. В 17 лет она добровольцем ушла на фронт. Десятки вылетов на бомбардировке позиций, живой силой и техники фашистов совершила Мария Гитала в кровавых битвах под Сталинградом и Курской дуге. Подробнее Елена Гарможапова. Старинные фотографии, статьи в газетах, медали и личный костюм Марии Гитала. Все эти предметы хранят воспоминания о самом близком человеке, о маме Ирины Щаповой. Мама не любила говорить о войне, рассказывает дочь знаменитой летчицы. Но все же некоторые истории ей посчастливилось услышать. Служила она мужском полку. И самое главное, что она вспоминала, с каким трепетом, с какой нежностью мужчины в этого мужского авиационного полка относились к им девушкам. Лишний раз не выпускали на боевое задание, потому что говорили, вам еще надо девчонки родить, тех, кто придет вместо нас. В этом была такая мудрость военная, житейская. Мария Гитала служила в составе 454-го бомбардировочного авиационного полка. Совершила 72 боевых вылета. Сначала была оружейником самолета. Позднее освоила профессию стрелка-радиста. На пикировщике Пе-2 сражалась в небе Сталинграда. Участвовала в освобождении Украины, Белоруссии и Польши. На Курской дуге Мария Георгиевна получила первое ранение. После лечения догнала свой полк. Второй раз ее тяжело ранили на Диеловских высотах. Маме ампутировали ногу и протез делать было невозможно. И поэтому до конца войны, до конца своей жизни, простите, 58 лет она проходила на костылях. Это мужество для женщин, конечно, мужество. Родить двух детей и до последнего почти дня работать. Это нужно иметь мужество. До войны Мария Гетала познакомилась с военным. Он тогда служил в Даурии. Борис Гетала, тот самый лейтенант, пограничник, будущий муж Марии, писал ей письма на фронт. Но даже ампутация ноги не помешала молодой паре пройти через все лишения и вместе вырастить двоих детей. У тебя еще много будет на твоем пути нежных, любящих ребят, девчат. И ты, будет у тебя и любовь. И крепко подумай, прежде чем не отвечать. Он ей отвечает, что у меня можешь быть ты или никто. После войны Мария Георгиевна окончила институт, работала библиотекарем в школе, занималась общественными делами. В 1971 году возглавила Центральный районный комитет ДСА в Читы. Стала почетным гражданином города, награждена многими медалями и орденами. Экспозиция в Доме офицеров, посвященная Марии Гетала, постоянная. Елена Гарможапова, Виктор Каткин, Вести, Чита.